Привет! Хотела сказать, давно не было меня, но мне кажется, уже неприлично это говорить. Хотела поделиться новостями и просто немного поговорить, потому что очень многие пишут мне, что почему я нигде не появляюсь, ля-ля-ля, тополя, что вроде бы мне стало лучше, и потом резко я пропадаю. Поэтому я думаю, что лучше запустить это небольшое видео, чтобы кто не волновался, чтобы мне тоже стало легче. Потому что в какой-то момент, когда я очень много чего открыла врачу, я поняла, что, наверное, мне просто нужно было с кем-то говорить, и в какой-то момент я использовала для этого YouTube, потом я использовала для этого врача. Сейчас, так как мой врач сказал, что у нас перерыв, то я использую для этого YouTube. А с онкой все хорошо. Нет, вот самый краешек его видно, он вот здесь вот лежит. Быть новой собачьей мамой, это интересный опыт. Он у меня уже месяц, больше месяца, и я ни разу не пожалела, что я его взяла. Это просто... это просто счастье каждый день. Когда ты встаешь, и он сразу моментально вскакивает, он видит, что я проснулась, он ждет, когда я проснусь. Он может ночью где угодно спать, но под утро он приходит рядом со мной и ложится, чтобы ждать, пока я проснусь. И когда я проснусь, он начинает вилять хвостиком и засовывает голову в коленочки мне. И виляет хвостиком. Это просто невероятная вещь. Я обнаружила... Я не знаю, насколько все собаки так делают, но я обнаружила, что другие спрингеры тоже так делают. Я увидела это в Инстаграме, я такая, это просто умка. Ума! Ума, Ума, Ума! А вот он! Ума! В общем, невероятное счастье. Я не буду очень много говорить про какие-то, скажем так, бытовые мелочи проживания с собакой, потому что я обнаружила и на Ютюбе в целом, что когда я сама начала смотреть видео других людей про собак, я начала ловить себя на мысли, что, типа, а вот так нельзя делать, а вот это ты зря говоришь, а вот это зачем ты этому учишь? И я такая, блин, просто давайте, вот это, вот я ж мать, вот это вот, вот тип такого. Поэтому не хочется, хочется просто поделиться любовью и не делиться какими-то уроками, тем более, что я все равно далеко не профессионал. Мы два раза занимались с кинологом. Кинологи бывают разные, и что-то, в чем-то он нам очень сильно помог, какие-то его советы меня само очень сильно насторожили. Но, в общем, в целом, Умка себя прекрасно ведет дома, на улице отдельно. Дома это просто мамкин сыночек и ангелочек, очень человекозависимый, и поэтому всегда ждет, когда приходим домой. И сейчас, когда каникулы, он прям очень-очень счастлив, что мы целый день здесь. Мы купили приставку и телевизор делала вот так. Сестра говорит, давай купим приставку пополам. Я такая, блин, это очень большая покупка, мне нужно много денег, я не готова, я пока... Давай еще пару месяцев подождем, давай еще подождем столько-то там до того-то момента. И она продолжала ко мне приставать и приставать и приставать. Я говорю, сделай презентацию. Шутку я сказала. Если сделаешь презентацию, я как бы рассмотрю твое предложение. И она реально сделала презентацию слайдов на 15, и на каждом слайде была куча информации, почему нужна такая приставка, какой там, вот туда-туда, это-сюда, и купить ее надо вот здесь. И я в итоге такая, окей, идем покупать. А потом, воспользовавшись этим, моя мама прислала мне презентацию. И приходится всем давать денег на то, что им нравится. Но, не знаю, мне это так греет душу, что люди настолько креативно к этому подходят, что вообще никакого сожаления. Так вот, мы купили приставку. Целый день в ней урубимся. Я потеряла очень много всего. Очень много времени, в смысле, не играя в приставку в своей жизни. Я думаю, что это очень странно звучит. Я очень любила всякие компьютерные игры, когда была маленькая, относительно маленькая. А потом у нас просто в семье не позволяло финансовое положение покупать какую-то дорогую технику. Поэтому просто компьютер не тянул никакие игры. Поэтому в какой-то очень долгий период времени это было просто так... Это было не зависть, это было просто, ну, типа, да, было бы клево, если бы я тоже могла играть. Потому что я всегда любила играть. И мама моя всегда любила играть. И сестра моя всегда любила играть. Любили играть все. И вот теперь мы круглые сутки рубимся. Вот. И он лежит с нами. Это к чему было? Он лежит с нами целый день там у телевизора. Положила я себе туда подушку. В итоге Умка на ней лежит. И я такая, типа, что? Очень хороший мальчик. Единственное, что я сейчас очень-очень сильно переживаю. Передать не могу какие-то большие переживания. У нас по району разбросали яд. У нас... Я не знаю, это было всегда. Потому что, ну, во-первых, я здесь не так давно живу. Разбросали яд Догхантера. Догхантер один. А от какой-то сумасшедший старик, который ездит на велосипеде. Сказали про него, даже писали в газетах. Когда я об этом узнала, я, конечно, ну, струхнула не по-децки. Потому что Умка это просто пылесос, который сметает все на своем пути. Я пытаюсь его отучать, подбирать с земли с переменным успехом. Чаще всего он не подбирает, я его за это вознаграждаю. Но иногда, вот, он как будто из-за вредности. Я думаю, многие меня поймут. Собака бежит и начинает что-то жрать из-за вредности. И ты за ней. Я думаю, нет, я еще сажусь. Например, он так снег ест. Он может такой, типа, догони меня кирпич, я буду жрать снег. Догони меня кирпич, я буду жрать какие-то мелкие палочки. И вот я боюсь, как бы он из-за вредности не съел тоже какую-нибудь отраву. Потому что, ну, все-таки это еда, это ни снег, ни палочки. Это то, из-за чего я очень сильно переживаю. Я думаю, пытались еще его приучить к такому наморднику против отравлений. И это было очень тяжело. Я пользовалась, опять же, методикой с едой, когда ты туда кладешь, и он оттуда ест. И, типа, привыкает к нему. Но, конечно, когда ты никогда не носил намордник, я думаю, что кому угодно было бы стрёмно. Типа, что это на меня напялили. Будем постепенно пытаться приучить. Сегодня не получилось, но я думаю, что впереди еще много возможностей. Тем более, что стрёмно выходить на улицу все равно. Но я все про собаку. Я уже мечтаю о второй собаке. Это просто какой-то кошмар. Я недавно увидела на улице Чарльз, как называется? Блин, как он называется? И вот этот Чарльз, Кинг Чарльз Спаниэль. Ну, вы поняли. Короче, я всегда помнила. И тут что-то мне из головы вылетело. В общем, вот такая малышка. Она уже взрослая. Ну, вот такого размера. И я такая, господи, что это такое? И просто вот так вот. И мое сердечко было растаяло. И пух, голова видна я вижу отцу. Растаяло и просто разбилось на кусочки. Я такая, где одна собака там? И еще одна собака, и еще одна собака, и еще одна собака. И, конечно, с появлением собаки стало особенно остро ощущаться, что я не очень много времени провожу дома. Ну, из-за работы, не потому что я где-то тушу. И это, конечно, большие переживашки для меня очень тяжело в этом плане. То есть я, с одной стороны, понимаю, что это необходимо. Я такая, я пошла зарабатывать на косточку. А с другой стороны, действительно, очень тяжело. И до сих пор очень тяжело привыкнуть к пятидневке. Это вот мой первый опыт пятидневки. 8 января будет полгода, как я работаю в этой компании. И стресс до сих пор очень-очень большой. Мне помогает и терапия, конечно, и лекарства я принимаю. Но все равно даже 30 декабря, когда у нас уже был официальный выходной, мне звонит партнер, с которым мы общались. И он такой, давайте обсудим вот этот вопрос. Давайте вот это. А я вообще в дороге еду. Я такая, товарищ. Он такой, ваши коллеги, вот там-то и там-то такие-то плохие. Я такая, товарищ, давайте вот просто дайте им проспаться. И мы будем с ними ругаться 9 января. Поэтому я стараюсь как-то приободриться, но непросто. У меня был автор, с которым очень трудно было работать. Очень трудно. То есть это был такой стресс, что в какой-то момент у меня произошел прям дичайший срыв. У меня произошел нервный срыв, и я полдня рыдала в коридоре. И у меня была и паническая атака. И я просто такая, все, ну я больше не могу. Это был человек, который, например, если не получал ответ в течение двух минут, он присылал еще 10 писем следом с криками, что вы меня игнорируете. А он делал такие придирки, что ты просто такой, типа, чего? А он хочет вот это, чтобы это было сделано в этот срок, чтобы вот это было с ним согласовано. Ну ты такой сидишь, как бы, мы вообще ничего не выпустим, если ты будешь так выкоплучиваться. Вообще ничего. И у нас в итоге даже были с ним ограничения по... В договоре ограничения по срокам, по выпуску. И я такая, господи! И очень, конечно, тяжело, когда у людей нет каких-то границ в плане делового общения, каких-то норм делового общения, когда у меня было ощущение, что я вот какой-то личный секретарь или там менеджер, или кто-то там на побегушках, который должен выполнять все срочно, сразу. Иначе это вот фраза, вы на мне экономите, вы меня ненавидите, вы меня игнорируете. И, в общем, было очень-очень сложно. К счастью, у меня его... А то есть после этого, после этой моей истерики, у меня его... Общение с ним у меня отобрали. Ну я просто не... Я очень люблю общаться с людьми, но с некоторыми людьми общаться очень сложно. И хочется прям хоть, не знаю, хоть на какие курсы сходить по общению со сложными людьми. Потому что хочется, чтобы когда ты даёшь какой-то уровень уважения, чтобы тебе его возвращали. Для меня это, ну, и очень важно, и мне кажется, что это в принципе само собой разумеющееся. Если ты никого не оскорбляешь и относишься к нему с уважением, и с уважением к его времени, к его ресурсам, и к нему как человеку, то почему в ответ этого нет? Вот всегда меня это мучило очень сильно. Или, например, вчера мне написала автор, что в её книге опечатка, и это... Ну то есть это было не мягко сказано, а из разряда «Зачем что-то делать, если вы не можете сделать это нормально?» Я такая «Редактирует редактор, корректирует корректор». Я просто их контролирую, что вы от меня хотите. И вот всегда, когда вот грубость идёт с этой стороны, прям, ну не знаю, так обидно, потому что мне кажется, что это должна быть коллаборация, это должно быть что-то позитивное, приятное. И опечатки — это вообще отдельная история. Я тут недавно разрыдалась из-за опечаток в книге у другого редактора, потому что там, ну, тоже читатель был очень расстроен, там были серьёзные опечатки. И я пришла на работу, и я просто такая вся в слёзы. На самом деле, вот у нас в группе несколько человек, которые тоже пишут и которые издавались, и они говорят, когда я вспоминаю, как я относился, да, к своему редактору, или считал, что вот там опечатка, значит, плохо работает, как я злился на какую-то опечатку, или как, ну вот эти вот все моменты, когда ты с другой стороны баррикад, говорят, я сейчас вот там, проработав здесь столько-то времени, и я понимаю, что это, ну, как бы, это так работает, это по-другому не получится. Я помню, когда, я думаю, уже, ну, года четыре назад была презентация очередной части Зильбера, Зильбера, нет, Таймлеса, Керсингир, и в какой-то из частей, по-моему, в финальной было столько опечаток, и я как читатель была искренне этим обозабочена, я подняла руку, когда спросили, есть ли вопросы, и я такая, почему столько опечаток, и они говорят, слушайте, положа руку на сердце, у нас был корректор, у нас был редактор, ой, у нас был редактор-корректор, у нас был второй корректор, мы каждый сами, помятуя, что нам все время делают замечания о том, что у нас много опечаток, мы каждый сами вычитали по офису передовая, и все равно куча опечатков. И сейчас понимаю это как никогда, что по-другому просто, ну, не получается, вот человеческий фактор, можно быть очень внимательным, можно быть очень грамотным, можно быть это третье-десятое, ну, вот так вот все работает. Еще тут, наверное, факт играет роль, что на выпуск каждой книги дается очень-очень мало времени, и из-за этого, опять же, все должно быть достаточно быстро, но, опять же, если бы увеличились сроки, или если бы, например, поднялась оплата за эту работу, то, честно, все равно очень трудно найти хороших редакторов, хороших корректоров, которые бы действительно очень качественно выполняли работу, которые бы действительно любили книги и делали с ними все самое лучшее. И я говорю это и как читатель, и как автор, и как кто угодно просто. Из-за этого очень часто есть какие-то сомнения в себе самом, что ты что-то недосмотрел, ты что-то не перепроверил 10 раз, ты где-то ошибся, да, you're not enough, как бы тебя недостаточно для этой работы. И я очень часто сталкиваюсь с этой мыслью разумом... Ой, бублик просто. Разумом понимаю, что, конечно же, все мы люди, и каждого из нас достаточно, и если мы что-то делаем, и мы стараемся, этого тоже достаточно. Если нас волнует то, что мы делаем, потому что нам необходимо набраться опыта, у меня было столько ошибок. Книга не пошла в продажу, потому что, оказывается, я не знала, что нужно было позвонить, там, человеку X и сказать, пускайся в продажу, или я сдала верстку, где верстальщик ошибся с маркировкой, и в итоге было 5000 наклеек сверху, приклеивалось вручную, все это делалось. Слава богу, это была книжка не под пленкой, потому что это были бы очень большие суммы, но это и так не маленькие суммы. И каждый раз ты думаешь, что вот это меня недостаточно, это во мне что-то не то, это я что-то делаю неправильно. С другой стороны, все на это попадают, абсолютно все, тут вообще без исключений. И у всех опечатки, и у всех там какие-то траблы с кем-то, там, не знаю, с переводчиком или еще с кем-то. Сколько переводчиков бросают, просто перестают отвечать, или пропадают, или сколько, наверное, для меня самый такой стрессовый момент, это с художниками, дизайнерами, когда ты хочешь одно, договариваешься о цене, они делают не очень хорошо, но ты уже ничего не можешь делать, потому что не существует стандартов по, как бы, качеству изображения, никто, никто не скажет, типа, это некрасиво, давайте не будем платить. Это просто невозможно, поэтому приходится платить, книга выходит, она тебе не нравится. И, как бы, ну, вот это, это часть, часть рутины, скажем так. И очень много, очень много всяких разных переживаний по всяким разным вопросам. Конечно, оформление — это самое страшное. У нас даже дизайнеры говорят, ой, мы следим, там есть группа, с которой следят все редакторы, и наши дизайнеры тоже говорят, ой, мы тоже там сидим и ставим свои лайки, дизлайки, когда нам что-то не нравится у коллег. Вот. И у каждого, у каждого случая, когда читатели чем-то очень сильно недовольны, всегда есть достаточно простое объяснение. Но ты его видишь и понимаешь, что оно простое, когда находишься по эту сторону, когда находишься по сторону, там, где читатели, очень трудно понятие принять. Кажется, что вот, это что-то специально сделали, да, или это потому, что не уважают читателей, или еще что-то. И это всегда, ну, всегда хочется как-то быть более открытым считателем, но ты понимаешь, что это как бы не твое личное дело, это дело компании. А, вздыхает крошечка. Это очень интересный процесс в целом, выпуск книги, я очень рада, что я его как бы проштудировала от начала до конца. Есть очень много вещей, о которых я еще не знаю. В частности, например, мне предстоит в ближайшие где-то полгода придумать самой там всякие раскраски и детские активити. Это проект, который я сама решила сделать. И я очень рада, что в этом плане дают какую-то креативную свободу. Если я доживу до этого момента, потому что, не знаю, вот сейчас, особенно когда каникулы были, я каждый день просыпалась с мыслью, что иногда в течение дня просто плакала, что я больше не могу, я больше не могу, я больше не могу, потому что не хватает вот этой психологической стабильности очень сильно. И это не проблема там кого-то там, и это действительно, да, когда говорят, это не про тебя, это не из-за тебя, это из-за меня. Это вот действительно из-за меня, из-за того, что я вот такой в целом чувствительный человек. И очень-очень трудно справляться даже с какими-то мелочами, когда где-то кто-то ошибся, и ты за это отвечаешь. Или ты ошибся, и там вообще, там вообще страшно. И хочется же, конечно, сделать как лучше. Ну, очень много проектов, всегда мало времени, и просто человеческий фактор. И я надеюсь, что, когда в следующий раз вы откроете книжку и увидите там одну печатку, вы вспомните мою историю о том, что всё это делается людьми, и что всё это делается человеческими руками, энтузиастами, как правило, за не самые большие деньги. И профессионалов очень мало на рынке, это тоже важно помнить. Очень мало людей, которые бы хорошо редактировали, потому что для редактирования не обязательно нужен диплом филфака. Для этого нужна просто, нужна начитанность, и нужно умение обращаться со словом. Там не обязательно быть каким-то чрезмерно грамотным. А корректорам очень тяжело, потому что самая, по-моему, ну да, наверное, самая такая тяжёлая работа и пропорционально, да, оплате и работе очень тяжёлая и очень ответственная, потому что все вот эти опечатки, да, на которые потом все грешат, это же, да, по сути, условно, да, вина корректора, но, конечно же, в такие сроки, за такие деньги очень-очень трудно добиться какого-то потрясающего качества. Книг выходит очень-очень много, меня иногда беспокоит мысль о том, что сколько бумаги тратится, я представляю себе так, пятитысячный тираж, сколько там ушло бумаги, иногда просто страшно. Были самые разные истории, иногда оставалось дней десять с момента получения текста от переводчика до выхода, до задачи в типографию, и ты такой думаешь, вот, да, я как, я же не редактировала и не корректировала, и я боюсь представить себе, какие там опечатки будут ли они, потому что просто физически у тебя нет времени, там, слава богу, редактор согласился за неделю проверить, и корректор согласился за три дня, слава богу, что такие люди нашлись, а в итоге потом, ну вот, просто перекрестить, перекрестить и отправить в путь. Да, кисонька моя? Кто там пришёл ко мне? А он под стол полился, полился под стол. Такой вот, знаете, умка ведётся как ребёнок. Двухлетний, трёхлетний, такой же всё время за мамочкину юбку, такой же всё время хочет внимания, и я не знаю, как все собаки, опять же, потому что я даже не особо много в жизни своей общалась с собаками, но он не очень просит, то есть ему нравится, когда его гладят, но мне кажется, что он бы без этого обошёлся, что-то такое, и иногда он даже терпит, когда его тискают, мне кажется, что иногда он просто такой, ну да, давай, давай, просто уже закругляйся с этим, главное, чтобы тебе нравилось. Ну, мне очень нравится, что есть такой друг, приятно иметь того, кто тебя понимает, что бы с тобой ни происходило, и какие бы эмоции ты ни испытывал, он поддержит тебя. Когда у меня был нервный срыв очередной дома, то есть у меня прям, я реально была вообще не в себе. Я думала, что это он тогда у меня только был несколько дней, прям меньше недели. И я думала, что, ну, он начнёт там, ну, что он начнёт, я даже не знала, чего от него ожидать. И он подошёл, он начал тыкаться в меня мордой, типа, что случилось, что случилось. И он позволил себя обнять. Поначалу он вообще не разрешал себя обнимать. Спрингер — это такая немного необнимательная порода, но сейчас он понял, что обнимашки, значит, любовь и тепло. И он иногда сам приходит и такую голову кладёт тебе на плечо, и ты его обнимаешь. И обнимаешь, и вы сидите такие просто вот так вот. Это прям... Это прям... Тепло делает. Это то, ради чего стоит вставать, по крайней мере. Я не хочу... То есть мне было очень трудно с самого начала решить, как я буду его воспитывать, условно. Потому что есть владельцы, у которых собачки ходят по струнке, и которые знают все команды, и которые там, ну, просто идеальны и вышкалены. Я подумала и решила, что мне просто хочется, чтобы он был счастлив, и чтобы ему было хорошо, и чтобы нам с ним было комфорта. То есть, если я и учу его чему-то... Во-первых, ему нравится учиться. Но если я и учу его чему-то, то, как правило, это какие-то полезные команды. То есть, да, команда места или там сидеть тоже ждать, это очень полезная команда. Научила его ждать перед всеми дверьми, потому что изначально он первый рвался в дверь. И, понятное дело, это вообще... Это просто, ну, неудобно ни ему, ни мне, потому что он там рвется, у него там все надрывается. Я не могу дверь закрыть. А так он ждет, пока дверь откроется, ждет разрешения выйти. И это не чисто не для того, чтобы там показать, кто здесь главный, или что-то такое. Это для совместного комфорта и удобства. Я прочитала несколько книг по воспитанию собак. Одна прям новинка-новинка, она у меня в другой комнате. Она называется «Гладь, люби, хвали». Я бы ее назвала «Гладь, люби, корми», потому что там все про жрату. У меня к ней очень много вопросов, на самом деле. Но она была в целом довольно веселой. И вторая книжка — это книжка «Цезарь Милана». Там больше про Цезарь Милана, и мне он очень нравится просто как вот некий док-тренер. Вообще, «Гладь, люби, хвали» меня немного напрягала. Немного напрягал вот этот негатив и даже какая-то, ну, какая-то в каком-то смысле издевка по отношению к Цезарю и тем, кто придерживается такой же методики или такого же мировоззрения. Как по мне, самое важное, чтобы это было то, что, ну, ваша методика, да, или ваши методы воспитания, это было то, что комфортно собаке и комфортно вам. Чтобы это действительно не была агрессия, чтобы это было какое-то взаимодействие, коллаборация, чтобы всем было хорошо. Вот. Поэтому давайте жить дружно. Это очень такие хорошие для меня каникулы so far, несмотря на все вот эти переживашки, которые меня каждый день преследуют. Что, как я буду дальше, как мне стрессово, я еще совершу ошибок, что же мне с этим делать. Видимо, придется, придется как-то учиться или, как вариант, да, дать себе какое-то определенное время и уже принимать какие-то решения, мне кажется. Потому что, наверное, если ты очень-очень переживаешь из-за того, что ты делаешь в этом, возможно, ты делаешь что-то не то, я не знаю. Это такие мои собственные размышления. Это креветочка, которая просто креветочка, он сворачивается таким бубликом, креветочкой лежит в разных местах. У него была проблема, когда он к нам только приехал, мне его предыдущие хозяева сказали, что у них там всю квартиру поел, что он поел у них обувь в коридоре, что он поел все подушечки, на которых он лежал. Он тоже пытается есть подушечку, которую моя мама купила, это просто... Он пытается, но я как бы слежу и контролирую, и вроде бы пока она цела боли. А больше так он ничего не грызет, мебель он не грызет. В общем, очень воспитанный песик, со стола ничего не берет, можешь есть рядом с ним мороженое, он будет его нюхать и мечтать о нем, но если ты ему как бы не даешь, не разрешаешь, он такой, ну как бы, что я могу поделать? Я перевела его на другой корме, его кормили очень дешевым кормом, и просто для меня это более... я чувствую себя более спокойно, скажем так. Расскажите, поделитесь своими новостями, возможно, у вас тоже что-то случилось, или просто какие-то свои бытовые вещи, или сколько собачек вы хотите, может быть. Я... у меня такая цель на этот год найти то, что доставляет мне удовольствие, потому что до этого, например, когда я рассказывала о книгах, сейчас почему я не принесла с собой никаких прочитанных книг, хотя обычно даже вставляю... обычно вставляю в видео какие-то кусочки об этом, просто сейчас у меня нет душевной необходимости делиться мыслями о книгах, или разговаривать про книги. Все это началось с того, уже сколько лет назад? Восемь? Сейчас, подождите. Да, восемь, почти восемь лет назад. Это все началось с того, что мне очень хотелось с кем-то поговорить о книгах, и мне было не с кем поговорить о книгах. Сейчас книги каждый день, каждый день, каждый день, и поэтому уже просто эта потребность восполняется через другие источники. Или, может быть, даже время прошло, поэтому посмотрим, что будет дальше. У меня есть кое-какая мысляка, кое-какой план, и я надеюсь, что мне хватит сил. Я до сих пор... так как я до сих пор принимаю лекарства, я чувствую себя достаточно такой физически слабой, и я надеюсь, что хотя бы там в ближайшие полгода или в течение этого года я найду в себе силы встать и что-то сделать. Потому что у меня всегда было много каких-то проектов, много планов сейчас, очень непросто в этом плане. Но я надеюсь, что потом будет лучше. Спасибо, что послушали мою... На сегодня это всё, я всегда ваша. Пока. Я в одной и той же одежде уже сколько видео, и я хожу в этой кофте каждый день, и просто постираю её, стираю её и снова надеваю. Я как-то стала более спокойна в этом плане. Чаще стала ходить без макияжа, и как-то стала спокойнее относиться к своей внешности. Я думаю, что это хороший знак.